приветствую дорогие друзья меня зовут крипто фронта сегодня мы поговорим про биткойн тема обширная большая обязательно посмотрите от начала и до самого конца очень интересно и вы увидите ответы на свои вопросы первое чего хотел бы начать это то что у нас была зона удара на четырехчасовом таймфрейме мы с вами анализировали данный объект и мы с вами решали что если цена выйдет с данной зоны сопротивление протестирует ее и отскочит то цена как правило из паттерна идет вверх как видим ретест был но ретест оказался неуспешным цена прошила и пошла вниз а это обозначает только одно при условии когда ретест не успешный цена уходит далее вниз соответственно данный паттерн можно вычеркивать сегодня ночью в телеграм канале я писал что bitcoin ретестит зону 39400 обратите внимание это как раз таки зона самой нижней третий cpr линии мощнейшие зоны сопротивления или поддержки зависит от того куда и откуда мы идем обратите внимание если вы посмотрите здесь у нас цена пробилась от ретестила пошла вниз и как раз таки в данный момент покупатели не мериться с тем что цена может направиться дальше вниз на понижение соответственно идет откуп и в принципе далее я вам докажу что этот откуп имеет место быть и как долго он продлится и вообще какие у есть возможность но пока данный паттерн убираем так как вы ждали ретеста и соответственно отскока отскока не произошло ретест неуспешный почему всегда я повторяю каждое видео каждый божий день всегда ждем ретеста после этого свеча подтверждение и только в этой ситуации можно входить со стоп лосс всю прошлую неделю я через свои уста вам говорил обратите внимание на данного графический канал на всей истории биткоина когда с 15 процентовой линии фибоначчи цена идет вверх до 24 процентовой линии дальше встречает сопротивление и дальше двигается вниз и всегда показываю вам как и сейчас это было здесь пошли 15 поднялись 24 полетели вниз точно также были здесь упали поднялись до 24 упали вниз соответственно здесь снова расторговка подъем снова попытка к 24 процентовой линии по фибоначчи и снова падение именно сейчас исходя из анализа мне кажется что bitcoin возможно совершит как раз таки данную историю поднявшись вверх упал вниз снова добрался до 24 линии по фибоначчи и только после этого направляется к своему дну возможно поэтому эти моменты держим в голове и теперь более подробно по зонам и целям первая цель это зона которую мы уже с вами называли это район 36 тысяч долларов за bitcoin плюс минус дальше следующая зона 33 тысячи долларов за bitcoin следующая цель это 30 тысяч долларов за bitcoin и самое смело на сегодняшний день цель которая подтверждается 50 скользящая на месячном bitcoin графики это 25 тысяч долларов за bitcoin соответственно все эти цели я рассматриваю не исключая никогда ни при каких обстоятельствах локальные подъемы мы с вами также рассматривали головой плечи и говорили с вами что скорее всего если будет еще раз будет сформировано правое плечо то соответственно у нас есть потенциал на повышение но обратите внимание правое плечо не было сформировано также я скрупулезно подошел к поиску шеи которая у меня пересекалась с 200 скользящий обратите внимание вот она и появилась но опять же касание не было мы пошли вниз о чем это говорит это говорит о том что правое плечо еще не было сформировано поэтому никто не исключает что возможно правое плечо находит носик здесь и сейчас и правое плечо будет сформировано вот таким образом соответственно линия шеи будет совершенно другой но я все равно убежден что скорее всего она будет пересекаться с 200 скользящий поэтому возможно 200 примет данную линию здесь у нас будет доход соответственно линии шеи будет целесообразно рассматривать в таком ключе но сейчас очень рано говорить о том что мы нашли дно правого плеча и она формируется надо время ждать мы не можем сейчас гадать и здесь мы говорили что если сформируется но она не сформирована я это всегда повторяю потому что это моя страховка перед людьми которые смотрят видео по названию или в 10 секунд поэтому это очень важно ожидаем но еще одна из причин почему возможно будет сформировано правое плечо именно с этой точки и вот оно подтверждение те кто со мной давно как минимум месяц назад должны были видеть как мы с вами рисовали еще 22 или 23 января примерно данную траекторию исходя из вольхоффа и мы говорили что возможно bitcoin примет зону распределения в данном ключе то есть отскочив от линии меридианы пойдем вверх все так ровненько и происходит мы дошли с вами до пика соответственно движение вниз я его нарисовал примерно здесь но когда мы к нему вернулись когда цена биткойна была тут и я говорил что рано говорить о том что именно эта траектория имеет место быть так вот обратите внимание сейчас мы точно дошли пробили а 3t стили и возможно сейчас будет движение вверх то свою очередь именно сформирует как раз таки вот это правое плечо но нельзя опять же говорит что именно право плечо будет сформировано в таком виде и нельзя говорить о том что голова и плеч на дневном таймфрейме сработает на свой потенциал или вовсе сработает так как если мы будем учитывать вольхоффа то мы получим данную схематику когда у нас идет движение вверх мы формируем двойную вершину после чего неумолимо падаем вниз обратите пожалуйста на это внимание и как раз таки этот сценарий выглядит для меня крайне правдоподобным но не будем спешить ждем чем же закончится сегодняшний и следующий день так как у нас образуется к доджи то есть свеча доджи говорит о том что и сверху продавцы давят и снизу покупателей некий паритет и как раз таки после доджи наступает переломный момент возможное движению вверх и сегодня мы рассмотрим как раз таки тот фактор который может говорить в пользу локального подъема нескольких дней а может быть и неделю поэтому данный гид держим в голове но не спешим с выводами помним что право плечо должно сформироваться и это уже во второй раз так вот теперь друзья то о чем я и говорил на возможный локальный рост первонаперво обратите внимание я заявлял и продолжаю заявлять что исторический bitcoin находил свое дно ниже 40 горизонтальной линии по rsi обратите пожалуйста внимание сюда вы можете попасть и в ловушку как это было например здесь в данном месте люди подумали что все одно пошли вверх однако движение пошло вниз обнаружили падение в данном месте 6 октября 14 года подумали что вот она все стали закупаться но нет же движение вниз и вот вам пожалуйста ниже 40 горизонтали и в районе 30 то есть от начала касания 40 горизонтали закончили 30 горизонтали тут не так давно точно так же мы с вами пришли к 40 горизонтали казалось все начали откупаться но нет же движение вниз и мы закончили ниже 40 горизонтали пожалуйста и вот сейчас очень ключевой момент если мы об этом уже говорили вскользь однажды то сейчас я вам скажу вещь впервые смотрите пожалуйста сюда так каким же образом это происходит почему движение вниз возврат вверх ловушка ли это посмотрите пожалуйста сюда дело в том что могли на недельном таймфрейме двигаться сейчас четко вниз мы находимся в медвежке друзья сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи это байбит и фемикс регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях после смертельного пересечения как раз таки что может произойти о чем мы говорим что возможно движение вверх то есть в логарифмическом blx канале как мы можем дойти до 24 горизонтали вновь показываю дело в том что могли может сейчас завернуть таким образом произойдет пересечение золотое пересечение после чего движение графика пойдет вверх и после этого снова вывернет вниз и после этого естественно мы камнем полетим дальше вниз я просто еще хочу напомнить что на месячном таймфрейме мы находимся с вами в смертельном пересечении в мертвом пересечении в движении помогли вниз и посмотрите как высоко мы с вами находимся дорогие друзья конечно мы можем совершить подобное движение двигаемся вниз потом раз завернули вверх после чего в любом случае неумолимо мы с вами снова совершим разворот и пойдем дальше в не хотим мы этого или нет но так будет поэтому лично мое мнение лучше раньше просто плотно пойти вниз и закончить это сейчас чем совершать вот такие кульбиты и растягивать это на год и еще хочу вам кое-что графически показать посмотрите сюда как с 16 года по 17 мы с вами очень бодренько росли после этого до 18 мы падали вниз далее набрали сил снова росли с 18 с практически 19 года до 21 и сейчас 22 у нас движение вниз соответственно мы с вами в поисках дна будьте внимательны не дайте себя обмануть и одурачить никого не слушайте даже меня разбирайтесь во всем сами и напоследок локальное веселье обратите пожалуйста внимание сюда мы с вами находимся в состоянии которое называется нисходящий расширяющийся клин дело в том что дно у нас а был обнаружен в данной точке какой же потенциал мы можем рассчитывать если с данной точки перенести данную вертикаль в зону пробоя то мы можем с вами рассчитывать на возможный поход в 43 тысячи 400 долларов за bitcoin плюс-минус это локальное движение но у данной истории существует проблема дело в том что мы сейчас пробили все cpr линии и находимся снизу для того чтобы снова их пробить снизу вверх необходимо огромная сила огромные вливания средств а как известно их как раз таки только что и слили а я хочу вам напомнить что не так давно мы эти линии в первых числах пробили огромнейшими объемами и закрепились там однако медведи обладающий просто невероятной силой отправили нас с удара снова вниз обратить внимание на объемы какими силами это стоило поэтому если покупателям вновь удастся пробить теперь линии закрепиться снизу пойти вверх то есть на свечи подтверждения заходить в лонг после свечи подтверждения ставят стоп лосс где-нибудь ниже естественно верхней cpr линии и take profit выставлять усредняясь соответственно это локальное движение но опять же еще раз если покупатель пробивает все эти три линии идет ретест успешный свеча подтверждение и только в этом случае можно рассматривать возможный поход в лонг в локальной перспективе до данной отметки это для тех кто любит погорячее но что такое 43 тысячи 400 это как раз таки 24 процентовая линия по фибоначчи в логарифмическом канале то есть это вверх данной зоны поэтому скорее всего если это произойдет поход туда с высокой степенью вероятности мы снова отправимся с вами вниз но если пробоя не будет мы так и останемся здесь в расторговке и двинемся вниз это будет говорить о том что второй ретест данной нижней cpr линии оказался безуспешно со стороны покупатель и мы будем рассматривать следующую зону как было написано в телеграме сегодня ночью 36 тысяч 200 долларов за bitcoin а там уже будем смотреть надеюсь видео было для вас полезным подписывайтесь на канал вступать в мои социальные сети услышимся увидимся чао